Всем привет, друзья. Телеканал Дождь на своем YouTube-канале Fake News периодически разоблачает кремлевскую пропаганду. Ну а мы периодически смотрим на разоблачение этой пропаганды. Ведь откуда нам еще узнать, что там напропагандировал Кремль? Как не от людей, знающих толк в пропаганде. В лесу пропал омский министр здравоохранения Александр Мураховский. И пропажа Александра Мураховского, неужели это крайне радикальная версия? Неужели это устранение свидетеля? Кто еще нам расскажет о пропаганде Кремля, как не журналисты Дождя? Ну что ж, давайте посмотрим свежий выпуск Fake News, но после небольшой рекламы. Приятные новости, друзья. Компания Великорос выпустила обновленную коллекцию замечательных лобковых футболок. Легких и комфортных, из фламированной кулирной глади, пенье. Качественный натуральный материал, приятный к коже и функциональный в носке. Высокая износостойкость. Теперь в футболке Великорос представлены не только мужские, но и женские. Появились различные конфигурации ворота и обработки краев. Все размеры по ГОСТу РФ от 44 до Богатырского 62. Вас ждут более 100 моделей различных форм и цветов. Кстати, у них на сайте много и другой интересной продукции. Недавно у них появилась линейка сталинградских ремней, а также ремни с подковой. Только до конца мая действует акция. При заказе на сумму от 7 тысяч рублей вы получите красивый ремень в подарок. Переходите в магазин по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? В стране победили коррупцию и нищету? Выборы теперь честные. Навальный свободен и идет президента уже в следующем году? Дружим с американцами? Колонизировали Марс? Тимати завязал с рэпом? Малышеву закрыли? Нет, ничего из этого не произошло. Сейчас в России есть другая, так сказать, более животрепещущая тема. Вся сила президентской власти направлена на решение главного вопроса страны. Я бы хотел вам передать вот такую вот нашу фирменную иголочку. Спасибо. Это, насколько я понимаю, уже пошло разоблачение пропаганды. А кремлевская пропаганда тут в том, что конкурс, в котором участвуют эти силачи, называется «Сильнейшая нация мира». А пропаганда чего, спросите вы это? Это пропаганда фашизма. В прямом эфире президент решает вопрос о создании Всемирной богатырской лиги. По-другому конкурс называется «Сильнейшая нация в мире». Хм, что-то это мне напоминает. А, так вот что такое фашизм. Это поддержка конкурса силачей под названием «Сильнейшая нация мира». Ну, теперь-то мы будем знать, что такое на самом деле фашизм. Следующее разоблачение дождя нуждается в небольшом пояснении. Недавно пранкеры «Лексус» и «Ваван» пранканули руководство фонда «НЕТ». Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры «Ваван» и «Лексус», связались с руководством Американского национального фонда в поддержку демократии и поговорили с ним от лица белорусских оппозиционеров. Запись своего разговора чуть позже пранкеры выложили на Ютуб. О чем рассказали руководители фонда, которые так и не поняли, что их разыгрывают. По сути, они сдали себя там с потрохами. «У нас есть обширные программы в России, и, как сказал Карл, мы пустили корни даже в провинциях, в областях за пределами Москвы. Очень глубоко и широко». Они там выболтали очень много любопытной для спецслужб информации. И вот здесь, я думаю, Карл, я думаю, что Карл задает вопрос о русском присутствии. Возвращение нарушения 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 в стране, и как это может быть изменением в течение времени, То есть она призналась, что они финансируют так называемых независимых журналистов, активистов, чтобы те следили в том числе и за армией России. В свою очередь сам НЭД финансируется Конгрессом. Соловьев у себя на ютуб канале разбирал эту ситуацию, а телеканал Дождь решил его разоблачить. Собственно, вот мы и вернулись к фейк-ньюс. Но это лишь половина четырехчасового эфира, который Соловьев провел на неделе. Его часть была посвящена обсуждению других достоверно добытых фактов. К чему этот сарказм по поводу достоверно добытых фактов? Там есть лица, там есть голоса. Что не так с достоверностью этого пранка? Например, в достоверности этого пранка вы ничуть не сомневались. Подробности о том, как проходил этот разговор, что теперь можно делать с этим материалом, какие перспективы у этих доказательств. Обо всем этом прямо сейчас директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он на связи с Дождем. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Уже который понедельник вы не перестаете удивлять. Все новые и новые подробности. Иван, вот по поводу главных улик. Как вам кажется, в чем они здесь? То есть мы не узнаем из этого разговора, кто наносил яд изначально. Потому что Кудрявцев, как мы понимаем из разговора, он уже обрабатывал вещи 25 августа, когда Алексей был в коме в больнице. То есть тогда это были прям доказательства. А тут уже достоверно добытые факты от пранкеров. Была посвящена обсуждению других достоверно добытых фактов. Пранку Вавана и Лексуса. Вы знаете, после этого даже как-то неловко их называть так комично. Лексус и Ваван. После этого этих людей надо называть по имени-отчеству. И понимать, что то, что они сделали, это важнейшая задача по обеспечению обороноспособности и защиты национальных интересов Российской Федерации. Ну и в чем он не прав, так сказать. Этот пранк можно считать практически расследованием. Либеральные СМИ постараются не заметить этого расследования Лексуса и пранкера. Кстати, можно проверить, заметили или нет. Зайдем на одну из либеральных СМИ и проверим. Нет. Так, интересующий нас новости не находит. Может быть, Лексус и Ваван найдет? Лексус и Ваван. Посмотрим. Тоже нет. Другие пранки находит. А интересующий нас пранк не находит. Либеральные СМИ постараются не заметить этого расследования Лексуса и пранкера. Вот он, свет расследовательской журналистики. Так, а что не так-то с этим расследованием? Ты покажи нам, расскажи. Мы посмотрим. А просто сказать, вот он, свет расследовательской журналистики, ну, такой себе аргумент. Хотя тут есть повод, конечно, погрустить. Глядя на то, как власть раскурочивает главных российских расследователей, скоро и правда золотыми перьями, вернее языками, станут Ваван и Лексус. Это ты их сейчас пытаешься оскорбить? Почему? Это пранкеры, которые записали пранк, разоблачили американский фонд, который работает на территории России. И ты даже не пытаешься их разоблачить в передаче, которая посвящена разоблачению, а просто оскорбляешь. Почему? Ну, то есть это же... Давай сейчас дадим возможность нашим слушателям и зрителям своими глазами увидеть и ушами услышать, что же говорит Барбара Хейк, вице-президент фонда. Навальный сфокусировался, как вы знаете, на двух моментах. Первый – это политическая стратегия, которая подразумевает подготовку кандидатов, формирование коалиции со всеми кандидатами. идущими против партии власти. И вторая – это тема коррупции. Но это измена родине. Чего? Это что за гнилой монтаж такой? Давайте посмотрим, после каких слов Соловьев сказал, что это измена родине. Давай сейчас дадим возможность нашим слушателям и зрителям своими глазами увидеть и ушами услышать, что же говорит Барбара Хейк, как вице-президент фонда. Навальный сфокусировался, как вы знаете, на двух моментах. У нас в России обширные программы, как сказал. Первая – это политическая стратегия. Ну вы поняли, да? Разоблачители пропаганды с дождя используют совершенно не те отрывки, о которых говорит Соловьев. Навальный сфокусировался, как вы знаете, на двух моментах. Первая – это политическая стратегия, которая подразумевает подготовку кандидатов к формированию коалиции со всеми кандидатами, идущими против партии власти. И вторая – это тема коррупции. Но это измена родине. Но там важно другое. То есть это не тот фрагмент, который мне нужен. Вы дальше покажите. И вот после чего Соловьев сказал, что это измена родине. Барбара Хейк впрямую говорит, что для нее главный интерес – это шпионит за российской армией. А мы поднимем этот вопрос нашими главами ячейки, которые отслеживают российские войска. Ее поддерживает Карл Гершман. Российские войска волнуют нас больше, чем какие-либо текущие проблемы. Но это измена родины. Вот так разоблачают кремлевскую пропаганду, журналисты дождя. Ну ладно, что там дальше. Суть пранка. Вован и Лексус от лица помощников Светланы Тихановской позумились с руководством Американского национального фонда демократии. Это такая структура, которую финансирует Конгресс, то есть народ США. То есть правительством США, которое распоряжается налогами народа США. Занимающийся поддержкой правозащитников, журналистов и активистов по всему миру. Там, где государства не обеспечивают нормальное функционирование демократических институтов. Ох уж этот народ США финансирует журналистов по всему миру. А самое главное, безвозмездно. Ну а что, звучит правдеподобно? Когда тебе давят, хочешь не хочешь, приходится брать деньги у американцев. Хочешь не хочешь, приходится брать деньги у американцев, сказал журналист дождя. Я думаю, на этом можно и закончить. Ну, как вам разоблачение кремлевской пропаганды? По мне так во! Отличный выпуск, рубрики в дно. Ну а что думаете вы, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете оформить спонсорскую подписку, если хотите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok